в общем так теперь я думаю 3 минуты стекло забуду вот эти вот косточки мне передал боднер если их хорошо видно они очень крупные они настолько сортовые но это с его этих фундуков так что можем если захотим не знаю проводил ли он отбор даже не интересовался и был его в саду мне тут передал молча вот видите смотрите какие они крупные настоящие часто даже продажи с юга замечу так ладно это я не рекламирую просто поделился своим редки но все-таки я тоже умею ошибаться вот здесь это каталог это если вы берете ссылку нажимаете и получаете первую страницу есть написано принимаю заказы на семна хоть сухом виде хоть сыром песке так а мне многие после этого не стали заказывать а некоторые самые дотошные как случилось сегодня долго не могли понять друг друга по телефону я схватился и пришел ужас на голову оказывается вот здесь как было еще с лета написал сухие так и забыл слова сухие убрать и люди считали а уже остались только сухие и вы не получили кто-то из вас и я остался без денег вот почему я еще раз говорю ребята впереди весна после такого теплого лета я чего угодно жду все жду ужаса жду кроме урожая урожая уже почти не жду и еще сергей первые вы видели фотографии сделано первых числах апреля никогда так рано не выкапывали в это время всегда земля была замерзла а это что значит сейчас просыпается цветочной почкой абрикоса и прощай не может быть чтобы их не убил аптечка да еще в мае у нас возвратные морозы бывают ну а товарищ который мне там писал сравнивал климат с краснодарским и там получалось что у меня и заморозка то не бывает это при том что у меня возвратные морозы заморозки убили за 35 лет наблюдений ну моих 30 лет когда на заплодоносили до 30 лет убили полностью несколько урожая до последнего у меня был как-то код когда до смеху один плод висел даже так бывает поэтому проклятие возвратных заморозков никто не отменял а если это последний год в следующем году без урожая получится уже в целом вся страна колхоз без урожая такого качества семян качество плодов качество семян будущих плодов морозостойкости косноты нет больше природы теперь вопрос тот же а что помните этот человек не поверил сказал что будет дикари в науке получили дикари все выкорчевано и даже тот единственный сорт почему его назвали сорт он еще резко отличался от всех отличаться отличался но кому нужны вот такие мелкие плоды а вот здесь мы еще вернемся к квитативной гибридизации вместе с сеянцевой вместе еще и с телегонии которые наука не придет и получается чуть ли не каждый кто вам теперь скажет вешеный сад вот это вот посмотрите королевский абрикос да у него плод был не 100 грамм он не дотягивает грамм 80 да вот королевский вот думаете как морозостойкость позволяет дикари вырастет да никогда ни за что пусть он будет не 80 пусть он будет 40 для всей россии это то же самое что ездить на жигулях первой модели помните ездили их и гордились тем что потому что у соседа был запорожец вот так не знаю убедил я нет берите пока это но тут никаких скидок никаких льгот это я их вот так ценю и мне просто значит начинками я сказал год самый провальный получилось так что на многих местах я задержалась лето то есть ой заговариваю зима мне например вчера и позавчера пробрасывал снег это не значит что были морозы но снег был вот недавно было в Москве недавно было а все где-то выпущу по моему в средиземноморье снега навалило в общем еще до весны время и есть если брать ее в среднюю величину то апрель не потеряны а у меня получилось как помните я вам отказывал я не вызвал гордился ни одного жигулевского я боялся вот это болезнь накинется на меня о как я боялся вот и не трогал деревья ну пришла весна надо было резать уже на черенки сергею вот и специальная обрезка чтобы выросли снова черенки от меня натрежешь три получишь и пришлось мне нарезать чтобы он не выбросил и что дальше да ничего сегодня был заказ на 40 штук на душе праздник хоть не выбрасывать но то это редкий случай теперь насчет качества они все качественные им приходится приспосабливаться человек говорит у меня образ хиленький подвой абрикосов почему хиленький другой вопрос а другие говорят нормальный метр это вот для него а есть это кажется он тонкий на самом деле ну так получилось что визуально тонкий но все равно толще карандаша если вы хотите получить мощный саженец у вас должен быть подвой такой толщины научиться делать косые срезы на толстых ветках и тогда у вас получится мощный саженец даже на летнем подвое то есть сразу цветы которые совершенно не превратятся плоды но сам факт что весь покрытый цветами весной второй весной а первой весной то есть до осени он вырастает до полутора двух метров даже на летнем плевое надо учиться плевать мощные мощные эти самые ветки вот что я хотел сказать ну за неимение можно и такую плевать ну наверное отставать будет здорово все таки есть разница генетика вот такого 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 и такого вот это хотел сказать чем толще тем понятно есть такой у нас ананев он представитель союза садоводов хакасии очень толковый умнейший мужик ну посвятил себя борьбе с природным земледелем это я в эти дела не лезу главное что он меня не трогает вот приезжал ко мне в гости угощал я но сторонник классического садоводства полностью и вот я просмотрел его на радио выступление оно было настолько полезно я уверен что его почти никто не слышал именно поэтому что он говорил о серьезных вещах и сейчас у людей уже мозги не могут воспринимать поколение сменилось вот он говорил он называет это бактериально он сам придумал или кто подсказал ну почти то же что и я меня это приятно удивило бактериальный рак это то что уничтожило это уже его слова не только мои наблюдения а он оказывается видел все своими глазами когда за один год дерево начинает болеть и умирает полностью бактериальный рак он вот так обозвал наверное тоже будет так звать хотя это неправильно рак все таки крепковое заболевание но слово рак должно напрягать людей бактериальный пусть будет бактериальный он рассказывал как он боролся и ничем не привело что распотребнадзор и там проще санитарные надзоры они не борются они не имеют права якобы запрещать хотя здесь криминальная составляющая есть и везут и везут в киргизии там и прочих стран и все это умирает но прежде умереть заражает нас подлое невероятно он привел пару примеров когда и заплетили где-то там сжигали пусть немного там десятки саранцев безвестных может показуха где-то на урале на дальнем востоке у нас вообще работа не ведется раз вот сюда вот это вот вишня сортовая скажете она похожа на сибирску там нисколько и если брали ветку это второй раз показываю фотографию то в Калининграде получили из вишни черешню то есть победили где на черешне там теплее вот хотя еще раз говорю это не факт возьмем косточки и можем получить обратно вишню но ни о каком отличании не может быть и речи смотрите первичная работа выглядит так это черешня она недостаточно морозостойка а вот это вот снизу что лезет правильно это корневой водок это вишня та на которой привита это часть дерева на которой привита теперь часть привита где-то тут теперь если мы хотим получить дюк и получить качественную вишню и не бояться что одна сколько там была одна из скольких тысяч шести или семи да вот кстати там действительно там еще результат плохой я читал солидный труд там было написано что из скотчьего культур ну например абрикоса а нет я не буду говорить скотчьего или семечного короче хотите получить новый сорт доведите дополнение две с половиной тысячи деревьев ну бьется с теми цифрами у тех значит несчастных этих испытателей бьется которая кончится с тем что все выкачивали вот а здесь что а здесь совсем другое дело вот это вот черешня остается черешня вишня дала морозостойкость вы думаете она мертва не она еще поживет она уже с этой раной всю жизнь прожила я ничем не обрабатывал и не подходил если бы я вот это все обработал она дано было бы уже это печки а так она продолжает жить и плодоносит вот фотография сделана три дня назад веточки все живые проверял даже пару этих самых черенков связал и наконец обратите внимание как происходит само лечение это значит что она берет и выращивает себе новый штамп вот таким вот образом если вот тут распилить вы бы увидели что вот это новая кора что она полностью уже защищена заизолирована от морозов и то что здесь торчит голая древесина ну что ж торчит ничего страшного вот дерево живое искалечено но живое пока оно продолжает снабжать генами черешни вот этой ветки если с нее возьмем мы получим что вот это и вот это а так как я их немного среду штук 30-40 у меня несколько таких деревьев вот с такими вот этими двойных вот значит я продолжаю утверждать что вот эта вишня дает морозостойкость черешни вот и в качестве плодов сказывается но я не считаю что они сильно крупные ну чисто сладкие достаточно крупные хотя южная среднеазиатские на рынках черешни плоды продают крупнее раз в два ну я этому рад и наоборот вот сюда идут гены черешни и мы получаем прививаем вот это вот и вот это вот понятно да я утверждаю что что эти плоды здесь все-таки это уклонилась в сторону вишни здесь черешни никогда дикими меня уже не станут все замерзнуть могут вот возьмите вот этот кольчик сейчас перевезите обратно в себе замерзнуть могут но дикими уже никогда вот это мое компромиссное решение между Гарина и Алексеем не решение а предложение но грустная тема грустнейшая чуть-чуть вот сейчас исправлюсь смотрите немножечко вот так сделаю да вот вот это вот вещь недоступное пониманию науки вообще недоступно знаете есть такие вещи называю божье создание да вот если бы я повторюсь почему сейчас поймете почему я повторюсь потому что это очень важно вот тех это касается к тем питомникам вот это относится не потому что перед нами гусеница что она жрет этот лист видите она вредитель но я гусеницам отношусь крайне в осторожности с любовью может потому что они создают такую красоту бабочек потому что честь природы потому что кто-то ест гусеницу а за одним это самое ну короче это та самая цепочка пищевая вот поверьте мне не может быть много гусениц для меня это такое событие раз несколько лет нахожу одну штуку вот почему потому что деревья живые здоровые муниитет такой что гусениц не может быть они сдохнут вот вся причина но причем тут вот те питомники которые и вот к этим картинкам ну я такой особый докладчик докладу вот эти значит вот эта красота она не могла быть создана природой в том понимании которое в него вложено наукой они знают что это самое интенсивное самосохранение с одной стороны влиять на это самое это они должны выжить даже приспособиться только вот эти самые главные слова выжить приспособиться но еще потом страдать и что получается их не должно быть вот это на свете вот эта бабочка она должна была отрастить крылья снаружи и тогда может быть прилетать с листа на листок а эта бабочка родилась у него внутри очень какая-то совершенно недоступная нашему пониманию ген-инженерия значит не было последовательного вот взяла вот она сейчас сразу купится и оттуда вылетит бабочка вот это чудо из чудес я не могу я еще выбрал красивые снимки видите вот это чудо из чудес недоступное и вот в школе если начинать сначала с первоклассник показать эти фотографии и сказать это не поддается объяснению это создано не просто природа это создано каким-то высшим существом потому что это невозможно себе вообразить даже чтобы оно появилось по Дарвину невозможно Дарвин ни при чем вообще ни с какого боку тогда какого хрена нам это самое мозги пудрятся мы из грязных луж появились а путем путем случайного слипания молеку прошло время вот эта красота ну как можно эту дурь верить но тогда детям надо внушить так чтоб они на всякий случай знали а ведь если действительно так может все таки лучше жить по Божьим законам или хотя бы по человеческим но с оглядкой что не все так просто что мы все таки люди а не скоты которые это самое одни убивают другие спасают вот это я хотел сказать вот как надо почему школу когда это будет когда люди поймут что за обман придется отвечать они перестанут этим заниматься гигантская мошенническая схема их много схем вспомните эти ммм и прочие эти василины но это то ее трудно поймать за руку потому что у нас люди доверчивы у нас люди не понимают что это такое люди не понимают как им втюхивают семена которые четыре раза за год дадут им это урожай это как на биологию проходим а школа что человек который закончил ну с тройкой четверкой эту биологию что-то непонятные слова вызубрил что-то там промычал получил тройку четверку вот а потом его втюхивают семена которые якобы четыре раза за год урожай дадут каждые три месяца семечку взял уже с плода плод съел посадил вы понимаете что это в какой стране мы живем до какого диатизма мы докатились вот поэтому я вот это показал фотографии я не мог иначе я должен высказаться потому что нельзя нельзя вот дальше учить так детей мы уже вот это тут какое-то безразличие какое-то дикость каждый год дети все тупее и дурнее становится это учителя говорят не остановить этот процесс то надо можно еще один пример вчера позавчера прям с экрана телевизора я говорю у меня только каналы вот эти включаю больше никакие причем круглосуточно я говорю вдруг раз повернулся ахнул это же искусственное сооружение а кем сделаны ах вот тут то я это смотрю рыбка посмотрите на ее лицо на ее улыбку вот это детям надо внушать когда они будут с помощью этих самых ну вы знаете как подъезжает автомобиль к речушке да и шофер оглянулся никто не видит и высыпал в эту речку а потом показывает по краям речки эти самые с простой лентой мертвые рыбки а он никогда этого не сделает если вот это вот в детстве ему внушить вот это вот представляете вот это вот самец ждет свою любимую он он отдыхает видите что он сделал он сделал искусственное как ее называть то в нерестилище да вот приглядитесь вот он а вот самочка постепенно постепенно она ждала пока не будет готова нерестилище она ни хрену удаст извините за выражение ладно простите вот и наконец готово икру отмели видите вот это искусственно это все он сделал вот это все он сделал собственными руками если назвать собственными этими плавниками вот это вот он пахал как черт иначе бы она бы сюда не приплыла бы а потом остался караулить спасать икринки вот вот это природа и вы скажете что все это по этому по Мичурину ой Мичурине причем по по Дарвину да где-то случайно шел хвостиком махнул и появилась вот такая вот тогда поколение вырастило еще несколько потом случайно хвостиком его потом внук или правнук махнул получилось два потом три или сразу вот он взял и почему-то у него программа заложена иногда мне кажется что мы живем в гигантском поняли да компьютере природном но компьютере потому что не может это постепенно к этому прийти к этому инвестилищу они же появились внезапно все внезапно видите а специально это очень важный момент вы скажете да нас не касается возвращайся я учи нас как скотчик садить поймите правильно из этих отрывков вы их штук пятьдесят или сто уже видели таких моих когда-то появится новое мировоззрение когда-то биологи эти биографы уже будут все это перелопачивать и все это вводить в одну систему потому что так дальше жить нельзя просто нельзя наука не знает кем близкий взрыв не было ничего вдруг внезапно появилось позорище потому что это до сих пор никто не знает про открытие про то что они появились из невидимых силовых структур сперва была биополе а потом она насытилась этими материальными предметами встраиваясь друг в друга это я себя цитирую молекулы когда полностью собирался организм оживали вот еще это еще чуть-чуть патетики это из учебника биологии я так поразился когда вот эту фразу прочитал ведь умнейший человек правда потом его видимо заставили всю ту дурь которая непонятна ни школьникам ни преподавателям но оглавление помните биология наука жизни и там была фраза я с удовольствием повторяю потому что тут все правильно не вот эти вот да получается мы травим убиваем речки умнейшие существа умнейшие умнейшие вот эти тоже мы их все уничтожаем да и не понимая этого вот смотрите не понимая того что они появились не просто так что они появились по какому-то это даже не загадка просто осознать это никто ничего не может и вдруг это помните когда Исаи ухвалил нашелся человек который понял что коричневый колес деревья урожая суммарно не прибавится да мы еще к этому вернемся и теперь уже кто-то другой начинает пинать так вот смотрите там все получилось что умнейшая фраза какую представить не они живое существо имеют право на жизнь как мы ну судя из моей же пламенной речи да а мы тоже оказывается имеем право жить на планете как все живые существа вот это как правильно но мы должны понимать что на этой планете все родилось так что должно было родиться что было с космоса но мы-то здесь на этой планете чужие чужие у нас все не как у людей то есть не как у животных мы эмигранты у нас сила тяжести пригибает к земле вот только я с операцией вот искалить все ноги искалить все позвоночники биологические ритмы не те совершенно не те вот зрение не то ни хрена не видим не слышим слух не тот чудом выжили на земле только потому что это пришли с готовыми мозгами потому что не выжить нам без волосом этим самым без когтей без зубов пришел человек который современный цивилизованный тот самый с конкурса королев красоты вот такими же пришли только может не такие причесанные были и без косметики вот такими мы попали на землю и растения многие такие попали на землю семена занесли дальше это все я высказал как хотел альтернатива вот она три дня назад чуть до инфаркта выскочил опять рано где-то пять утра пилили сволочи вот помните я рассказывал несколько лет назад опять все к чертовой матери только выросли деревья зачем за что вызываю этот самый телевидение приезжают тут же я же посмотрите вызывайте ищите вы что смотрите что делается показал тут там там еще в этом месте в этом вот высказал единственную правильную версию за наши деньги нанимают людей только чтобы заплатить им за эту ненужную вредную опасную работу помните мальчишку судили там у нас же как миллионы гектаров уничтожили леса а потом когда поступила команда искать крайних нашли подростка который два дерева сухостоя спилил завели уголовное дело а тех не заметили миллионы гектаров и здесь тоже не заметили и чем кончилось скандал был да пришлось мне потом уже смотрю довел до слез этих но им иначе не выжить но кто-то при этом сейчас денег присваивает потому что работа это грошовая грошовая работа там литр два бензина что я сколько списано под это дело было из наших денег вот для чего все это делается а мы по высоких материях говорим а вы представляете что вырастить ребенка который никогда ему скажут иди пили он скажет не буду увольняйте нахрен середины нету вот каким был сквер вот сейчас это уничтожено вот он был я еще жался что дети не ходят а кто сейчас пойдет смотрите кто сейчас будет а был как сквер закрыт закрыт со всех сторон ой так ладно знаете что я на этом остановлюсь потому что мне давление подскочило кое-что узнали вот кое-что в следующий раз узнаете еще а нет несколько минут пользы потрачу вот фундук показал вам бодлера получил я вот такое вот письмо письмо а в нем было вот это вот смотрите лента прививочная и мне посоветовали заниматься с ней человек который я сейчас о тонкости забываю может он знал что я вместе с Антоном Валерьевичем паре распространяем свои варианты ленты да ох а я что-то не догадался ее взять да ну ладно там была вот эта штучка лента прививочная вот где тут написано ага пхв полихлорвиниловая мне смутило знаете я считал что я разбираюсь в полихлорвиниловых этих материалах как это неправильная полихлорвиниловая но дело не в этом она ей пользоваться можно человек просил может что бы разрекламировал я ее может просто от души константинович переходите на нее вы вприваете вот я пробовал с ней работать смотрите вот она крепкая надежная но у нее знаете чего нет у нее нет вот этой вот упругости как у резинки вот я показывал когда я вот за все силы вот так вот мотаю 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 наш вариант не отрицаю что нет ничего берите ее пользователь потому что наберете вам подсунут то про нашу с Антономом вы можете не знать так просто не знать хотя я считаю наши лучи сохраняются сжимающие свойства это очень важно а то пройдет время ну вот я пробовал на своем пальце тяжело давит но проходите много времени и все на слабо значит качество хорошее но есть такое выражение хороший враг лучше сейчас может как раз время подходит к большому перерыву к смене темы но я на всякий случай вам все таки вот это показал так что еще хотел показать так Ананев еще один вопрос поднимал 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 это издатель союза союза садоводов Хакасии жалко я не записал сейчас попробую вспомнить пока мне скаминут так ну что делать стареем так теперь значит это самое теперь значит все пусть мы на 10 минут раньше закончили но может больше поговорим с вашими вопросами и ответами я боюсь еще ниже туда двигаться вот потому что тут есть такие темы интересные все это придется по новой видите вот допустим разговаривать с Крамаренко пусть заочно да который я прочил заместитель ректора Тимирязевки но все таки остается пока по ту сторону баррикады мне это страшно что он остается по ту сторону баррикады классическое садоводство которое называю я даже говорить не хочу не хочу портить настроение сама же когда написала Сафронова что следит за железом вот но и мне хочется чтобы все таки появились новые публикации что там было бы все наоборот вот это наоборот вот чтобы она знала что эти грибы не жрут чтобы она знала что такое сибирский опыт вот чтобы она знала что вот это вот страшная ошибка одна из основных почему у нас нет не только абрикосов но и груш и много чего еще вот ну на этом мы сегодня закончим посвятим отдельную тему я не думаю что вот как раз я упомянул и все таки она молодец с одной стороны работяга фанатик у нее есть отдельные успехи но мне не хотелось бы думать что эти успехи приобретаются так дала задание монахиням а им ямку 6-8 сантиметров 5-8 было делать трудно кое-как посадили и поэтому абрикосы выжили вот эта страшнейшая ошибка может остаться еще на десятки лет вот ну и дальше еще страшнее страшнее уже о других буду говорить а может быть до следующего вебинара она мне позвонит скажет Татя Тенович выбирайте эту фотографию хотя я всегда любую с женщинами такую можно влюбиться но когда я вижу дерево изувечина вот такое вот я думаю нет она еще на той стороне вот и такое дерево долго не проживет все Антон Валерьевич я пошел на кухню 5-минутный перерыв заработанный а жду звонка убрать уберу потому что если она поняла а что написано пером то уже не уверен без топором или следующую субботу будем разбирать подробно ей не поздоровится к сожалению вот вопрос принципиальный писать что важнейший агропиум обрезка поддерживает дерево в состоянии роста так смотрите вот позволяет растению простиво стоять вот тройку киш это только одно это самое допустимо поздней осенью и зимой это уже предательство я не могу понимаете не могу делать что но это они поверили это они не Продолжение следует...